Привет! Не хочу тебя расстраивать, но я слышал, что в соседнем баре какой-то Том Коллинз говорит всякие гадости про тебя. Если вы не понимаете, о чем идет речь, и вы на этом канале впервые, то я вас очень рад здесь видеть. Обязательно подписывайтесь, и мы начинаем. В конце 19 века, в 1974 году, в Нью-Йорке был такой популярный коктейль под названием Том Коллинз. И была популярна вот эта самая шутка, люди так разыгрывали друг друга, такие вот шутнички за 300. Ты приходил в бар, и если ты не знал этого прикола, то тебе говорили, слушай, дружище, некий Том Коллинз говорит про тебя гадости. И этот человек шел разбираться с этим же Том Коллинзом, чего это он там говорит всякие гадости про него. Приходя в бар, он, естественно, кричал, кто здесь такой Том Коллинз. Ну и, судя по всему, в ответ на данный вопрос его угощали тем самым коктейлем. Но при этом логично предположить, что данное название появилось не из-за шутки, а наоборот, шутка появилась из-за названия. Потому что несколькими годами ранее в Лондоне, в 1869 году, был бармен по имени Джон Коллинз, который создал одноименный коктейль под названием Джон Коллинз. Но в состав входил как основной алкоголь не джин, который входит в состав коктейля Том Коллинз, а в составе был алкоголь под названием Женевер, либо Женевер, или Женевер. Женевер это весьма схожий с джинным напиток, он также обладает можжевеловой ароматикой. В то время он был популярен, поэтому на основе именно Женевера делался коктейль Джон Коллинз. Но позже джин начал набирать популярность. И в то время популярен был не Лондон Драй Джин, который мы используем сейчас в основном, а популярен был Олд Том Джин. И соответственно в данном напитке под названием Джон Коллинз Женевер был заменен на Олд Том Джин. И по мне так весьма логично, что название сменилось Джона Коллинза на Том Коллинз. И уже в этом виде, с этим названием, напиток стал причиной той самой шутки. Сейчас становится очень жарко и коктейль Том Коллинз потрясающе подходит для данного периода времени, потому что это замечательный освежающий коктейль. Переходим к ингредиентам. Из алкоголя нам понадобится только джин. Других алкогольных ингредиентов здесь нет. Также понадобится содовое, сахарный сироп и лимонный сок. Переходим к сборке данного коктейля. Собирается коктейль в шейкере. Начинаем с дешевых ингредиентов. Нам понадобится 30 мл сахарного сиропа, 30 мл лимонного сока, а также 60 мл джина. Добавляем лед-шейкер, переливаем, немножечко проливаем и шейкуем все в секунд 8. Открывайся ты уже. Подается все в стакане под названием Collins. Стрейнер, дабл-стрейн и переливаем наш коктейль. Но это еще не все. Берем содовую и доливаем до верху. Украсим все это лимоном с мороскиновой вишней. В городе, где я живу, уже достаточно жарко, поэтому вот такой коктейль для этой самой жары очень даже в тему. Давайте попробуем. Это замечательно. Самое главное, что коктейль очень простой. У него всего лишь несколько ингредиентов и он реально простецкий. Вы чувствуете лимон? Лимон. Лимон, наверное, здесь ну не то, чтобы он превалирует, но он именно составляет такой основной вкусовой профиль. Он делит, ну естественно, 50 на 50 все с джином. Джин все-таки, наверное, как будто бы, знаете, обволакивает этот лимонный вкус. И в целом он не выбивается, я имею в виду джин, из основной вот палитры гаммы вкусов. Джин здесь очень-очень грамотно сбалансирован именно с сахаром и кислотой от лимона. А содовая добавляет этой вот шипучести, обводняет коктейль, делает его менее концентрированным. И он получается такой легкий, ненавязчивый летний коктейль. Обязательно пробуйте данный коктейль. Всем желаю хороших отпусков, хорошего лета, хорошего времяпреповождения. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И еще увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok